Музыка Сегодняшний день у нас посвящен озеленению вокруг бизнес-центра. Я всегда очень скептически относилась к людям, которые сидят в офисах. Иногда мне было их очень жалко. Жара, лето, красота, а они сидят в душных офисах. Ну, я бы, наверное, вот в таком бизнес-центре с удовольствием работала. Жарко, вышел с чашечкой кофе, стоишь, смотришь на воду, на злаки, отдыхаешь и дальше возвращаешься снова работать. Я думаю, что при таком озеленении производительность труда намного выше. Музыка 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 время обеденного перерыва выходит ее кормят если вы обратите внимание они очень злые мы были не готовы потому что мы пришли а еды не дали а еще здесь есть маленькая лужа это лужа замкнутое пространство сделано ради лужи потому что большие люди даже работающие в офисе даже занимающие серьезные должности иногда тоже хотят поплескаться в лужу одев резиновые сапоги и просто подурачиться как дети и это здорово и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вокруг одни знаки. Посмотрите вообще, какая красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хорошо ли вам, девицы? Очень хорошо. Отлично. Ой, мы об этом мечтали. Это лук почти в центре Варшавы. Да, вообще. После пикника можно 3 часа в другой. Прекрасная идея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я долго мучить не буду. У меня на самом деле всего один вопрос. Ваши впечатления от поездки? Я впечатлена этой поездкой. Мне очень все понравилось. Интересные приемы, интересные приемы озеленения, архитектуры. Поразила меня вот эта чистота и вылизанность объектов. Это с учетом того, что вот этот бизнес-центр, он вообще не заселен? Он не заселен, да. Тем не менее, за ним ухаживают. Тем не менее, его не испортили за это время. Мне понравилось, в общем-то. Очень много вопросов есть. Например, мне было бы очень интересно понять, чем руководствовались архитекторы, когда проектировали. То есть есть какие-то моменты, например, старой березы на территории объекта, как они обходили эти корни. Что стояла у них в первую очередь задача для того, чтобы появилось у них именно это решение. было бы очень интересно пообщаться с теми людьми, кто это проектировал, и выявить вот эту цепочку от того, что было, и от того, что стало, до того, что стало. То есть именно вот эти все моменты проектирования. Тогда была бы общая картинка происходящего. Ну, в общем, мне очень понравилось. Ну, я думаю, что надо произведать задание Леонида Поляковой, и к следующему разу у нас будут все проектировщики всех архитектурных и ландшафтных объектов, которые, в общем-то, мы посмотрели. Спасибо огромное. Вам спасибо.